Всем добрый вечер! Сегодня мы проведем еще одно занятие по наладке систем ЧПУ. Я буду использовать тот же симулятор до SoundFan 18 AMB. Немного рассмотрю и просто повторю, что мы рассмотрели на прошлом занятии и поговорим о методах наладки. Сегодня, в принципе, все занятие мы будем говорить об этом. Следующее занятие, которое уже состоится в воскресенье. И следующий в понедельник у нас будет посвящено основам работы и инструментам. Итак, почему-то мало человек. Давайте продолжим. Хорошо. Первый метод наладки, который назывался как part datum. В данных слайдах вы должны были почитать информацию, а также по главным режимам, с помощью которых мы можем выполнить эту наладку. Мы рассматривали такой процесс, когда мы либо дотрагиваемся уже закрепленным инструментом в патроне, который вставлен в шпингель в верхней части заготовки. В данном случае это у нас называется привязка к базовой поверхности, то есть привязка к верхней части заготовки, где данная высота, которую вы видите, это height, она не учитывается вовсе. Для того, чтобы произвести такую наладку, мы вставляем тот инструмент, которым нужно работать, например, инструмент номер один, который имеет определенный вылет, но вылет мы не считаем, потому что мы дотрагиваемся этим инструментом нижней часть теряющей кромки. Нижней часть теряющей кромки этого инструмента мы дотрагиваемся до поверхности материала. Получается, фактически, мы передаем информацию об расстоянии от нуля машины до нуля, от нуля машины, то есть от этой точки, от этой точки, предположим, это у нас будет ноль, в принципе, даже вот это у нас ноль, да, до нижней части шпинделя, то есть какое расстояние точно ему необходимо пройти для того, чтобы инструмент, который в нем установлен, дотронулся к поверхности материала. То есть такой первый вариант мы можем использовать для неточной обработки. Плюсы – это достаточно быстро, первое. Второе – не использование offset. Третье – не нужно не иметь никаких дополнительных приспособлений, потому что уже достаточно просто дотронуться к поверхности материала, то есть используется просто функция перемещения, главный режим joke, repeat, MDI, возможно, для смены нужного инструмента для того, чтобы его привязать, а также используется что-то, если мы фактически помещаем, подкладываем, то, может быть, листик, фольга, еще какой-то конкретный материал, плитка какая-то, когда мы точно уверены в ее толщине, либо знаем, либо это какое-то контрольное приспособление, которое мы можем подложить между инструментом и фактически прижать его между инструментом и поверхностью материала. В таком случае мы можем получить привязку по высоте. Сегодня мы рассмотрим также привязку на XY для этой же заготовки программы у нас осталось. И сегодня мы рассмотрим еще один метод привязки, который называется привязка к блоку. Он может называться как 1, 2, 3, то есть привязка, когда мы не одним инструментом работаем, а большим числом инструментом. И это, в принципе, есть самый основной метод. Третий метод, он точно такой же, как и второй, но включает в себя то, что привязка осуществляется автоматически, либо автоматизировано с помощью контроля измерительных приборов, например, я не шал. Итак, существует несколько вариантов работы даже с основными методами. В первом варианте мы привязались к инструментам, который стоит в шпинделе, а вторым вариантом мы не привязывались, да, но просто просчитали это теоретически, что если мы опустим шпиндель, в котором не стоит инструмент, но подразумевается, да, что мы его вставим. Если мы опустим шпиндель до поверхности материала, то есть привяжем его, значит, нам необходимо машинную координату считать относительно нуля, либо вот отсюда, да, от нуля до этой точки прикосновения. Это и, в принципе, будет настоящее расстояние, то есть где находится заготовка. Записываем мы его в G54. В G54 мы записываем его по оси Z. То есть Z указано, что наша заготовка находится на расстоянии минус 300 миллиметров. Это значит, что если заготовка стоит прямо под нулевой точкой по Z, то мы должны опустить ее до минус 300 и получится Z минус 300. Но тогда для того, чтобы работать с каким-то инструментом, мы не можем не использовать компенсации. Мы обязуемся использовать компенсацию, в данном случае компенсацию на высоту, потому что получится так, что инструмент, он фактически дотронется, придет в координату X0, Y0, Z0 шпинделем, а все, что находится в шпинделе, ну, и понятно, куда уденьется, то есть уйдет, в принципе, в материал. Поэтому нам необходимо было бы поднять, поднять, использовать положительный offset в G43 для корректора, например, H1, либо H2, H999. Мы говорили, что может быть один инструмент, но много корректоров, либо корректоры могут не соответствовать номер инструмента, либо мы можем использовать по несколько корректоров, например, если у нас инструмент, станок не использует автоматической смены инструмента, а есть необходимость работать большим частотом инструмента, тогда, в принципе, наладка постоянно не делается. То есть мы один раз измерили вылет, записали вылет в H1, в H2, в H4, H4 и постоянно работаем инструментом T1, но выбирая новый корректор. То есть N06-T1 смена инструмента, а работа с ним это G43H1, то есть активация компенсации на высоту. Таким методом мы, в принципе, можем вообще выполнять большое число наладок, которые сами из себя выходят. То есть мы можем придумать такие математические процессы, в которых, такие визуальные процессы, в которых было бы больше даже, чем эти 2-3 метода наладки. Предположим, привязываете к какой-то поверхности вот здесь все инструменты, а потом от поверхности привязываете до материала, либо привязываете все инструменты к материалу, а потом поднимаете их вверх на вылет инструмента, то есть на вылет. В принципе, как бы таких вариантов может быть много. Плюс все зависит от отрасли. Иногда, работая даже на дорогом промышленном современном оборудовании, мы, в принципе, вообще не используем никаких наладок. Например, если работает лазерный станок, листовый материал, он просто сдвигается в ноль и все. То есть ноль всегда в одном месте, его нет необходимости менять. Поэтому все это очень разнообразно, и наша цель, ваша задача — это рассмотреть, понять, да, понять, как происходит передача информации станку либо управляющей программе, где находится ноль заготовки по X, по Y и по Z. Мы рассматривали метод номер один Z с привязкой либо шпинделя к заготовке, либо готового инструмента к заготовке. Давайте запустим управляющую программу, которую мы сделали еще раз. Для этого я включил систему NCON, убрал аварийный останов, включил готовность станка, перешел в позиции, включил все координаты, перехожу в главный режим возврата исходного положения, переключая новость Z, поднимаю вверх. Сегодня у нас второе занятие по наладке, это не является полным курсом, то есть это фактически такие два отдельных занятия, поэтому кто отсутствовал, просто либо только сегодня присоединился, у нас должно быть два новых слушателя, пока не вижу, где они. Вы можете просто посмотреть эту запись, и следующее занятие будет тоже отдельное, а потом будет курс программирования, там уже, в принципе, можно вообще начинать с нуля. Так, дальше по другим осям, то есть также я перемещаюсь по X и по Y. Стол у меня уезжает, заготовка от шпинделя отъезжает, отдалю и все. Теперь мы можем работать, то есть давайте вставим инструмент, который был в самом симуляторе, здесь все высоты 120 миллиметров, в принципе, можно редактировать, но они тут стоят вот идентично, поэтому можно, скажем так, ничего не настраивать, все уже должно быть настроено у нас. Я выбираю инструмент номер один, и давайте посмотрим, где находится наш инструмент, где находится наша Z. Вы видите, то есть такая подсказка, ну, фактически, как бы, ее не должно быть, правильно? Вот ее можно вот так убрать, да все равно есть вот такая подсказка, сейчас попробуем, вот. И посмотреть, где сейчас находится координата, то есть привязки по оси Z. XY у нас вот в этой точке было вот здесь, в левой дальней, а по Z у нас привязка идет к поверхности материала, но можно привязываться к столу, к поверхности, к середине, как хотите, то есть куда хотите. Итак, offset and work. Я вам скажу, что, например, для деревообрабатывающего оборудования, которое работает, то есть портальные, например, станки, которые работают с листовым материалом и для лазерных станков, привязка, лучше выполнять привязку не к поверхности материала, а к столу даже. Кто знает, почему? Подумайте. Например, да, почему? Толщина материала может изменяться, а прорезать надо, в общем-то, насквозь. Ну, а в чем смысл? Провязайте насквозь. В чем смысл именно использования привязки к нижней части поверхности материала? Режем по нижней поверхности и при изменении толщины мы все равно режем по низу, то есть насквозь прорезаем. Я понял. Ну, в принципе, да, в принципе, да, но, наверное, немножко не то вы имеете в виду. Это вообще для чего сделано? Как бы для упрощения или для чего? То есть логика? Ну, для упрощения, наверное, да. Просто это первое, что в голову пришло, если честно. Я понял, я понял. Я понял. Смотрите. Для металлообработки, в которую мы вставляем постоянно разные материалы, при этом эти материалы всегда увеличиваются, уменьшаются, да, в высоту имеют разную толщину материала, и мы крепим их, например, с помощью тисков, либо на какие-то возвышенности, либо на какие-то приспособления, то логично, что привязывать надо сверху, к верху. При этом мы привязываем поверхность к верхней части, работая с большими точностями до сотой миллиметра, до тысячной миллиметра. В результате, проводя предварительные операции, черновые и чистовые операции, мы достигаем необходимого результата, то есть тех размеров, то есть с тем толерансом, который заявлен в чертеже. Но, если мы говорим, например, о листовом материале в виде пластика, либо в виде там МДФ, ДВП, фанеры, ну, мы же не можем резать фанеру с точностью тысячную миллиметра. Ну, можем, в принципе, в станке написана точность такая, но, ну, вы представляете, да, как фанера, то есть она вообще как бы немного и кривовато везде, и сгибается немного, и о точности даже в одну десятую миллиметра там речь не идет. Ну, может быть, точность полмиллиметра, и то иногда бывает и меньше. И нет таких, в принципе, таких заявлений, то есть работодатель, либо заказчик не требует от нас стол, который имеет столешницу 1400 на 1200, где есть 1400 целых, 0 десятых, 0 сотых, 0 тысячных, да, в принципе-то он, я думаю, что никто из вас, покупая стол, никогда не замерял его, ну, разве что метром, да, или на глаз, не замерял его какими-то микрометрами, поэтому, а его и не замеряешь, в принципе, микрометрами. Поэтому можно сказать, что такой метод, наоборот, подразумевает привязку к нижней части поверхности материала, он же стол, потому что все программы могут быть универсальны, то есть я пишу программу, которая должна обрезать насквозь. Это вы сказали первый раз. Значит, если у меня точка дно это 0, да, а мне нужно прорезать насквозь, то мне нужно еще опустить немножко вниз, например, на две десятые миллиметра, либо на одну десятую миллиметр. Это не страшно, опустить вниз. Мы не говорим об металлической станине, которую мы просто сфрезеруем. Обычно есть определенные подкладки, которые это нам позволяют. То есть инструмент реально может опуститься ниже поверхности и сделать обработку. И эту подкладку можно менять, переворачивать, счесывать, то есть как вам хотите, торцевой фрезой. Вот. Поэтому получается, что положили мы один материал, второй материал, третий материал, который имеет 12 миллиметров, 18 миллиметров, 22 миллиметра. Для того, чтобы профрезеровать его насквозь, мы везде во всех программах пишем универсально глубину Z минус 0,1. Правильно? Потому что у нас Z0 лежит на дне, то есть на поверхности стола. И все, что мы положим при Z минус 0,1 будет насквозь резаться. Логично? Второй вариант. Точнее, не второй вариант, уточнение. Что если бы мы привязывали каждую плату сверху? Ну, во-первых, это долго. А во-вторых, привязываем, когда плата 12 миллиметров, привязываем к точке. И режем ее на Z минус 12,1. Но плата, во-первых, неравномерная. Здесь она больше на 10 миллиметров, 10 на 5 десятых. Здесь меньше на 3 десятые. Тут больше, тут меньше. То есть если взять тоже там DSP, то промерить штангенциркулем ее в 10 местах, она будет спрыгать плюс-минус 0,3 миллиметра точно. 0,3, то есть это почти полмиллиметра. А то и полмиллиметра, иногда и миллиметр бывает. Достаточно плохие, плохого качества. Но вы же не скажете, нет, я не буду это обрабатывать, если вы оператор или оператор. Поэтому в таком случае вы можете здесь настроить ее, указать ее точку. Но когда вы прорежете ее на 12,1, тут она может не достать, либо пройти глубже. Тут может не достать, тут может быть выше и так далее. Поэтому если вы положите плату на стол и укажете, что 0 у вас на столе, а резать надо на Z минус 0,1, может ли так получиться, что вы где-то не дорежете насквозь? Нет, не может. Она же лежит полностью на столе, правильно? Какая бы она ни была кривая, она насквозь вырежется. Исходя из этих соображений, привязку делают к столу. Если бы вы это делали к металлообработке, привязали, я не знаю, как так работать, если бы это был металл. Но если бы это был металл, например, листовой материал, который тоже имеет конкретные толщины, там 12, 18, 6, тогда да. Плюс, смотрите, если мне необходимо, например, сфрезеровать половину платы, то есть половину глубины, то я, соответственно, пишу Z. Z у меня толщина платы, возьмем там 15 миллиметров, значит, Z у меня имеет высоту Z 7,5, и это половина платы. Смотрите, как интересно. То есть по факту, я же внутри материала нахожусь, правильно? Должен быть минус, а у меня Z плюс. Как вы думаете, будет ли CAM-система ругаться, что Z положительный? Не будет ругаться? Конечно, не будет. Почему не будет? Потому что S-поинт находится еще выше, правильно? Мы говорим, что Z0 находится здесь. Поверхность мы режем на глубину Z минус 0,1. R-поинт у нас, точнее, поверхность материала у нас на Z плюс 15. R-поинт Z плюс 20. S-поинт Z плюс 40, например. Пожалуйста. CAM-система будет ругаться в том случае, если у нас R-поинт ниже, чем глубина. Правильно? Если мы скажем, что R-поинт у нас Z5 относительно 0, то есть вот здесь, а режем мы на Z минус 0,1. Ну как такое может быть? То есть должно, например, на Z7,5. У нас мы должны работать в такой последовательности, что S-поинт у нас самый высокий, R-поинт у нас ниже, поверхность материала 0 у нас еще ниже, и глубина минус Z – это самая нижняя точка. И все. Но при этом это может быть Z минус, может быть положительный, отрицательный, либо вообще 0, а здесь может быть в плюсе. Хотя мы режем все равно заготовку. Представьте, что мы практически насквозь отрезали заготовку, не дойдя на 2,2 мм. Какая глубина у нас будет в программе, если мы не дошли на 0,2 мм, а она лежит на столе? Будет Z плюс 0,2, правильно? Z плюс 0,2, а мы насквозь практически отрезали материал. Поэтому это просто связано с наладкой, и вот я вам такой процесс рассказал, что если вы видите в программе Z положительный, но при этом используется линейная интерполяция, либо круговая интерполяция, это не значит, что просто программисту нечего делать, и он какие-то подходы к заготовке в воздухе рисует красивые, либо там часовые, это значит, что просто наладка выбрана не в том месте. А именно, что выбрано не в том месте? 0 материала находится ниже, то есть, например, находится, не например, находится ниже поверхности материала. Ниже поверхности материала. Идем дальше. Мы рассматривали метод...